всем привет как ваши дела у меня сейчас идет полностью переосмысление а вот как три месяца я путешествовал по юго-восточной азии вообще вот этот год не был весь насыщен поездками знаете говорят что вот действительно приезжаешь совсем другим человеком мы приехали у нас много чего там случилось такого неприятного а вот заболели мы может так сказать и решила я заняться своим здоровьем и здоровья в своих домочадцев вот анализы мы конечно пока там анализы мы еще не сдавали а вот там потому что как всегда вы знаете у нас занимаешь очередь там нужно ждать вот я решила первую очередь принимать сама первую очередь я села на ну как до этого я еще практиковала голодание но влажное голодание практиковала а вот значит я полностью с сентября исключила сахар исключила полностью его сахар любом виде иногда может быть у меня если где-то там проявляется но не в чистом виде сахар исключила полностью белую пшеничную муку которая содержит конечно большое количество клейковины сейчас я кушаю муку только цельнозерновую льняная есть кукурозная мука всю эту муку заказываю кстати на озоне wildberries и вот тыквенные семечки обязательно мы сейчас покупаем кушаем на столе обязательно из финики тыквенные семечки чернослив орехи вот сладости вообще не едим сашка мне слава богу он сладости и не ел вот и сейчас как принципе к нему к ним вообще не тянется вот жене немножко тяжеловато вот так как он привык большому количеству сахара перешел на мед ну это по крайней мере мед мы берем хороший мед с пасеки вот есть человек кстати которого мед прям отличный вот и он перешел на мед можно сказать что он съедает огромными порциями это мед хотя конечно нельзя но по крайней мере это лучше чем есть белый сахар вот значит я два месяца наверно где-то переосмысливала изучала читала искала способы очищения вот организма от токсинов от паразитов короче от давления потому что у меня оказывается давление в этом году начала подшаливать у меня всегда было пониженное давление но не по внешне конечно в детстве меня было вообще пониженной потом уже в таком взрослом возрасте стало уже 120 сейчас я смотрю уже давление стало 140 146 представьте я ну вот вот так у меня шалит вот мне это не нравится но я его иногда не чувствую иногда поднимается до 170 приходится каптопил принимать до этого сидела на таблетках каптоприла принимала когда сильное давление повышалось потом сидела на 100 прессе на таблетках и короне вот мне приписал врач утром 100 пресс а утром короне вечером 100 пресс по таблетке и когда сильно если повышается давление принимать еще и каптопил вот я сидела но постоянно забывала вот и когда мы уехали уже там тайланд путешествие по индонезии я вообще забыла про эти таблетки и давление практически не ощущала но у собой термометра не было я его раньше сильно не ощущает просто когда сильно поднимется до ощущаю давление когда сильно поднимается тогда уже принимала вот а так я вообще эти таблетки постоянно забываю не принимаю стараясь сама как-то излечиваться вот и мы вот приехали я вот решила значит мы значит полностью это исключили села на правильное питание кушала три раза в минут один день у меня не было цели при так сильно похудеть на я увидела конечно я у меня уже лучше стало намного ну как бы и самочувствие стало лучше но это конечно все не то вот что я хотела к сейчас вот решила держать сухо и голодание вот сейчас кстати я держу сухое голодание и сегодня у меня уже третий день до этого я выкладывала себя в третии в тик токи выкладывала что именно в первый день что я делала второй день я могу сейчас вам рассказать кратко знаете я как-то внезапно приняла решение принять именно сухое голодание держать я даже и об этом думала я конечно изучала и берга и мастерова изучала вот и решила думаю наверное вот вот было три дня назад 29 октября думал все начну держать голодание ну влажное как обычно раньше его прям хорошо держала нормально потом какое-то время не могла держать и вот съела маг до этого принимала я клизмы очистительные два-три дня клизмы с пижмы принимала настоя травы пижмы полы ничего я не трогала вот прям пижмы несколько два три раза в день принимал я читала что она конечно ядовитая вот старалась дозировки придерживаться и делала клизмы себе утром и вечером промывала кишечник вот подготовилась получается так и вот утром я решила 29 числа думаю все съела как всегда тыквенные семечки сырые перемолотые с медом выпила как всегда свой отвар вот этот пижмы вот выпила стакан воды с яблочным уксусом и решила все это было 11 утра и все и решила его так целый день и держал принципе знаете это так легко было держать я не знаю для меня даже сухое голодание вот сейчас уже третий день но для меня как-то совсем легко проходит бывает конечно ощущение так такого подсасывания желудки да вот ну я начинаю делать дыхательные упражнения вот и они у меня проходят вот и второй день а вот я стала потом уснула в этот день я там позанималась мне столько было энергии сделала дела какие-то дома там сделала дела которые давно откладывала вот 23 часа уснула я тот день 29 вчера вот я получается проснулась в 3 30 утра то есть у меня нарушился сон бывает такое кто сидит на голодание сон нарушается вот и у меня вообще не спится я начала изучать больше читать конечно вот потом утро наступило я позанималась ну у меня еще что у меня у меня ноги получается когда я вот стою с кровати у меня очень многие сильно болит прям вот прям вот сильно болят именно эти ступни вот и рука почему-то вот вот эта рука левая прям вот не знаю прямо ломит меня сильно тоже про эту руку начала читать я читала что если болит с этой стороны нужно делать параллельно другой стороне массаж в 1 всего это читала потом утром сделала тренировку кстати двадцать девятого тоже делала тренировку делала тренировки потом сделала дыхательное упражнение вот померила давление 146 давление дыхательномqué они не сделала она потом у меня чуть-чуть снизилось после дыхательного прошения она давление снижается вот целый день там бегала тоже по делам и надо подсасывала в принципе нормально прошло вечером сделала клизму то же самое вот и вот кстати когда я проснулась три утра я не сказала я по делу вот с утра до 8 часов 8 30 захотела спать потому что я там позанималась ходила что-то там делала вот 8 30 я уснула или в 9 30 я уснула и в 11 30 я проснулась вот потом поездили по делам потом на работу пошла вечером приехал опять там что-то делала то что и до этого не делала вот и уснула уже 23 30 вот сегодня я проснулась уже более-менее уже в 7 30 я проснулась это уже лучше я вообще взяла себя за правило до просыпаться пораньше хотела всегда просыпаться в 7 утра и засыпать в 10 но из-за нашего режима немножко не получается поэтому я сегодня встала в 7 30 проанализировала какие планы что нужно делать убралась в доме вот пока сашка был там на английском в 11 часов я там все короче я убралась в доме получается сделала дыхательные упражнения с утра сделала гимнастику вот прям нормально себя ощущаю единственное просто с утра у меня было немножко слабости боли в ноге уже в двух ногах уже на ступнях уже намного меньше стала рука все равно также болит и давление также 146 до но когда я поделал дыхательные упражнения и фэйс гимнастику я сейчас делаю еще фэйс гимнастику вот измерила давление у меня она снизилась потому что когда я делаю и я прочитала вверх говорит что если вот правильно дышать нужно вот она снижает давление и я как раз делала когда упражнение на лицо и я этим самым я еще правильно дышала и снизила свое давление померила да мне стало потом 136 потом у меня стала куча сил мне стало нормально я стала опять бегать подумать что-то делать ой вы знаете в частном доме всегда найдете какую-то работу листья завалила там подметать там вот кошки там за кошками надо убрать двери там промыть там холодильник там промыть на ой вы знаете куча дел в той комнате муж насорил там убраться надо прихожки надо короче в частном доме вот так работает наоборот даже это хорошо чем те кто живут квартира хотя квартире тоже если захочешь найдешь да вот мужу сегодня сказал давай сегодня сядешь на это голодание он не может с утра он сел ничего не кушал говорит я есть хочу можно яблоко я будет постарайся воды пить теплой воды с лимоном я до этого пыталась также делаете вы знаете прям эффект классный просто берете захотите если нужно начать например с голодания такое на воде просто берете теплой воды можно даже чуть горячего то как чай с лимоном делайте теплую воду и прям потихоньку глотками пейте и знаете ощущение такое классно такое ощущение как будто вы поели суп или попили чай на по ощущение наполненность наполненности сытости желудка то есть тем самым вы обманываете свой аппетит это у кого если желудок там большой кто хочет посидеть вот я может говорит посиди сегодня вечером я ему говорю можешь поесть там супчик какой-нибудь или давай мясо сделаешь в духовке потому что я сегодня наверное вот не знаю мне наверное нужно выходить уже я читала что кто-то никогда не держал сухое голодание надо уже выходить и выходить тоже надо правильно тоже все изучала читала и вот не знаю пока мне нормально вот немножко бывает вот такое потемнение чуть вот единственный минус мне не нравится знаете что я линзы не могу одевать у меня нету глазах получается жидкости да и у меня блин зак совсем очень неприятно этого большой минус а так в принципе очень все отлично так как у меня это в линзах плохо я вижу начинает прямо знаете в глазах такой осени неприятности сухости вот так как наверное недостаток лаги поэтому в линзах не могу ходить сейчас хожу в этих очках но и мне эти очки знаете вообще ну не нравится поэтому я решила пойти сейчас в оптику вот я хожу вот сюда вот в оптику в восьмом микрорайоне у них закажу очки только поменьше они какие-то у меня большие я в них похоже на филина и на старую бабку я хочу что-нибудь такое современное вот это оправа намного лучше я ее купила в таиланде видите она там дешевая вообще 220 стоило всего я вот думаю наверное или вот сюда поставить стекла эти очки были мои старые я думаю мне кажется они получше меня сидят вот думала типа таких найти вот они совсем легкие и мне очки предлагают что они мне не очень нравится вот такие очки предлагают я думаю вот эти как-то получше и интереснее самое главное вот эти очки которые мои они у меня очень тяжелые вот эти очки тяжеловатые зрение совсем плохое на 7-8 и вот эта нагрузка прямо где даже вниз не могу наклониться а вот это вот прям вот эти пальцем получше смотрите как мне хорошо вы представьте это мои те старые очки оказывается корректировку мастер сделал абсолютно бесплатно оправа говорит дорогая подходящий ничего не могу найти мне ничего не нравится а вот моя оправа прям мне нравится ну плюс те которые я таиланде купила оправа я еще на всякий случай тоже туда заказала потому что бывает дома в одном месте очки валяется во втором месте не могу найти хожу по дому полуслепая вот и последнее время я заметила что в линзах что-то плоховато вижу потому что когда линзы одевая и далеко увижу а близко прочитать я ничего не вижу поэтому сейчас данный момент видимо с возрастом как-то у нас зрение меняется поэтому лучше я сейчас носить очки потому что хорошо вижу в очках хочу ближе посмотреть вот так очки сниму и посмотрю и нормально так сейчас иду я в полицию вчера у нас такой случай случился обсчиталась я может так сказать она мне заговорила 45 минут у меня товар выбирала выбирала целая куча людей было в итоге я и сказала не ту сумму вообще даже забыла что она покупала но она же знает прекрасно что сумма должна быть на три тысячи дороже вот и закинула мне меньше я в каспии обращалась вчера как найти человека дайте номер телефона я и позвоню чтобы она мне скинул эти три тысячи мелочь конечно но неприятно сам факт того что я на нее потратила очень много времени и нормально я с ней разговаривал нормально и обслужила можно так сказать да а человек так сделал знаете что я по запарке сказала не ту сумму нету меня сказать вот пожалуйста возьмите не знаю но еще помимо нее было целая куча людей вот может быть и это тоже сыграло роль потому что чуть-чуть и я с этим голоданием тоже может быть сидит у меня затуманенный разум был что ли я не знаю что там со мной было почему я забыла о том что она покупала эти духи хотя на их покупала вот и короче обращалась кости они сказали они не могут такую информацию дать обращаться в милицию вот и как раз у вас там где в салоне там произошел случай рядышком на улице вызывали участковых я участковым написала заявление но ко мне никто не перезвонил сейчас иду участковым пока женька приедет хочу у них спросить и уже ничего не стоит они сказали только могут может полиция имеет право мы можем паль только полиция давать номер телефона а так принципе к спеши знает кто мне какой отправитель они же знают номер телефона этого отправителя ну если такие правила иду иду полицию узнавать что-то мое заявление приняли не пили все таки я добьюсь этого я потратила не столько много своего времени 45 минут я вчера по камере пострелу меня видео 10 вот сона мне покупал вот а человек взял вы нечестно поступил так нельзя делать эти же деньги они же боком выйдут просто пока есть если бы она мне не скинула наличка подала вот ладно я думала садака хорошо но тут же есть возможность ее найти вот хочу все равно попытать и найти индира зовут девушку видео даже не знаю вам ее показывать не показывать смотрите интересный полицейский участок находится прямо в этом в подъезде 9 микро и 10 доме я то думала они работают часу до пяти оказывается у них обеденный петербург сейчас до пяти а приходить надо или до пяти или после или до часу или после пяти виде как но они типа материала делает вот четыре часа у них обед так сказать хорошо так так как у них обед не попала я но наверно после пяти оттуда к ним подойду а он хорошо что диатами крови находится полиция сейчас я решила пешочком дайте здесь буквально километр до салона лучше пройдусь вот и знаете такая легкость классно единственно немножко вот левая нога и вот левая рука что-то у меня с левой стороны что-то не то но видимо нехватка витаминов до этого я еще и бросила может так сказать еще летом осень я остатки отдала сашки думала новый заказать а сейчас что-то через айфер мне не получается заказать что-то там пишется что пока в казахстан то ли не доставляется то ли что я не могу что-то понять потому что я вроде бы хотела оплатить и отправить а у меня сразу бац отправился и потом постоянно мне сообщение приходит вы не оплатили и там достаточная сумма денег пишут в банк спрашиваю все нормально вот не знаю я жду когда свои витамины придут потому что ахербовские витамины мне очень нравится мне девочка она предлагает скоро я немножко плохо за эту компанию вот у них например вы чисто там такого нету того чего бы я хотела в ахербе например есть витамины сразу комплекс витаминов и там прям пишется дозировка сколько грамм я и пишу в интернете какой нужно мне дозировку и уже сравниваю подходящий набираю там немножко насчет этого непонятно если например один витамин например витамин c то только значит витамин c витамин c и там содержание полезных вот этих микроэлементов ну меньшее количество чем по той же цене но в ахер поэтому я решила в ахер зарегистрировалась как новый новый клиент и получая скидка еще плюс 30 процентов вот поэтому там экономия нормально около 70 тысяч деньги я думаю что это принципе очень даже неплохо поделая на наш рыночек купила я сельдерей впервые пришла рецепт в интернете хочу сделать смузи я вот думаю сегодня вечером наверно выхожу потому что у меня уже будет конец третьего дня сначала я попью конечно водички потом сделаю смузи правда не знаю как мне смузи никогда в жизни его не кушала ну смузи смешаю со шпинатом купила немножко киви лимона вот ценой рассмешаю и будем пить ну вот на это после того как я попью через некоторое время я немножко на ночь наверно выйти смузи а может быть с утра выпью посмотрим вот я думаю три дня голодания мне достаточно высокого голодания в принципе я могу каждую неделю так его держать или две недели там по три дня может быть следующий раз я постараюсь подержать его дольше может быть пять дней сухого голодания что в итоге я заметила в течение этих трех дней знаете для меня когда я сидела на влажном голодании три дня мне немножко сложновато давалось потому что когда пьешь воды желудок как-то просит просит что-нибудь да на сухом голодании он полностью спит поэтому мне это нравится немножко бывает подсасывает потом бац и затихает засыпает снова поэтому для меня сухое голодание намного легче чем влажное им добрый вечер я сегодня вышла с голодания вот потому что сегодня начала уже учат урчать в животе и знаете как это было пошла я я посмотрела что можно принимать первый день там можно например гранатовый сок на следующий день там можно или в этот день делать смузи со шпинатом с этим как называется этот салат со шпинатом сельдереем киви вот ну и пошла и покупать и гранату увидела и забылась он горит попробуйте я одно зернышко попробовал она мне так показалось таким вкусным сладким я тоже сразу взяла его а потом бац пришла и вспомнила боже мой мне не надо было я же сидела на голодании и вот так вот после этого началось видимо этот маленькая капелька зернышки этого граната пробудила вон во мне этот желудок и он мне сегодня после этого весь день урчит урчит хочет есть хочет есть вот но я решила ладно если он хочет есть все хорошо сегодня вечером я пришла выпила по тепленькую водичку с лимончиком вот ну сразу я стакан не пила сначала попила два-три глотка полчаса прошло я сейчас выпила буквально грамм сто наверно вот сейчас желудок спит ничего пока не хочет но думаю через часик через два я наверное сделаю гранатовый сок и выпью гранатовый сок все на сегодня у меня будет все она завтра с утра я буду делать смузи ну конечно на ночь я сделаю клизму и потому что я с утра уже приготовила на мне настоялась моя пижма с полынью она завтра с утра ну как всегда я выпью свой воду с яблочным уксусом я без этого уже не могу для того чтобы сделать именно кислотность в желудке поднять вот и сделаю смузи с сельдереем со шпинатом с киви с лимоном только не знаю мне понравится не понравится я сначала чуть-чуть сделаю попробую потом вам расскажу а вот значит итоги в принципе я вам говорила буду я также это голодание держать наверное может быть две недели один раз а вообще я буду сидеть на таком могу например целый день ничего не кушать и один раз день кушать но я думаю как там можно так делать посмотрим как это будет и не хотелось конечно чтобы сейчас желудок у меня растягивался вот он мне в принципе уже привык молок мало есть поэтому принципе достаточно я думаю один раз в день вот держать голодание такое сухое я буду наверно в две недели три может быть пять дней следующий раз подержу или четыре дня все всем до новых встреч увидимся в следующий раз какими новостями я потом с вами поделюсь